всем привет это лёха маклик без и в сегодняшнем уроке я бы хотел рассказать вам немного о том как с помощью стандартных средств mac osx можно скрыть файлы возможно для кого-то это покажется параной но часто пользователи спрашивают меня как можно создать папку закрутую паролем давайте сразу отвечу что создать папку с паролем именно в такой формулировке стандартные средства mac osx нельзя но есть способ иной то что лучше конечно для разных пользователей создать различные учетные записи об этом я рассказывал вот в этом уроке ссылка на него будет доступна в описании ну а если стоит задача именно скрыть часть данных то я сейчас расскажу как это можно сделать причем стандартными средствами системы начнем с того что нам потребуется некое количество файлов для того чтобы работать с ними думаю с этим проблем не будет после этого нам нужно запустить стандартную программу она называется дисковая утилита далее все что нам нужно сделать это перейти в меню файл и нажать новый образ и далее вы можете создать либо пустой образ либо образ из папки фактически разницы никакой нету но я сейчас нажму просто пустой у меня появляется диалог в котором я должен задать определенные параметры но прежде всего нужно задать название образа который я буду делать давайте я назову тестовый образ я нажму команды и автоматически у меня выберется место сохранения как рабочий стол далее можно задать название в самом образе ну например запарольный образ и здесь очень важно указать размер этого образа ну я задам например 1000 мегабайт то есть один гигабайт и мне я думаю этого хватит формат можно не менять а вот шифрование это важный момент я могу поставить два типа шифрования 256 битный для более параноидальных людей но я ограничу 128 битным далее мне нужно ввести пароль и подтвердить его в принципе все далее менять ничего не обязательно и нужно нажать сохранить у меня создается образ и он сразу открывается вот здесь сейчас я его отключу и покажу самого начала как это работает вот у меня есть тестовый образ я его пытаюсь открыть и мне предлагается ввести пароль я ввожу мой пароль и он у меня приманчивается на рабочем столе если я его открою и положу нужное мне количество файлов или папок то они здесь и останутся то есть с рабочего стола я могу их удалить после того как я отключу этот образ это напомню что быстро это можно сделать при выделении и нажатии сочетания команд е все теперь у меня есть образ с которым я могу что-то делать могу его куда-то спрятать переименовать в какое-нибудь странное название и если кто-то на вашем компьютере будет пытаться его открыть он будет требовать пароль если его ввести неверно он соответственно ничего не даст а если ввести пароль правильно то он его вновь премаутит все очень просто при том название самого образа как файла и название образа внутри видите они разные и вы можете для себя сделать какое-то понятное название а для всех остальных нет вот в общем то и вся премудрость который хотел сегодня рассказать надеюсь что урок показался вам полезным если это так то ставьте лайк не скупитесь пишите в комментариях о чем бы вы хотели чтобы я рассказал вам еще всего доброго